Самозанятые в Казахстане должны регистрировать ИПМ. С 1 января перестал действовать единый совокупный платеж. Теперь люди, оказывающие услуги даже в небольших объемах, обязаны ежемесячно отчислять больше 17 тысяч тенге соцплатежей. Не уйдут ли самозанятые в тени и какой налоговый режим могут использовать представителям микробизнеса, узнавала Далина Осипова. Свой бизнес Айдар Масадбаев вместе с супругой начинал в качестве налогового консультанта. К ним за разъяснением обращались физические лица. Первое время они оплачивали ЕСП. После того, как изменились условия, Айдар открыл фирму, а его жена стала индивидуальным предпринимателем. Никаких трудностей это практически не вызвало, отмечает бизнесмен. Открытие индивидуального предпринимателя сейчас очень просто. Нужно подать заявление. Очень много сервисов, банков, в том числе и сервисов, мобильных приложений банков. Открытие ЕСП стало не проблемой. Были сложности, сразу скажу, с установкой контрольно-кассовых машин онлайн, сервисов. Не сразу мы разобрались, как онлайн выставлять счета фактуры для уплаты, QR-коды для уплаты. Где-то дня 3-4 пришлось повозиться. Но потом, как только разобрались, всё, в принципе, стало на свои места. Регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя с 1 января обязаны самозанятые граждане, которые ранее оплачивали ЕСП. Таких по стране насчитывается порядка 280 тысяч. За прошлый год они заплатили в казну около миллиарда тенге. В Комитете госдоходов им предлагают выбрать наиболее комфортный налоговый режим. У меня специальный налоговый режим, специальное мобильное приложение. Я салаг-бизнес, налогоплательщик. Фактически может уплачивать 1% дохода. Ему не нужно применять контрольно-кассовые машины. Соответственно, его учёты доходов и расходов ведётся автоматически. Эксперты отмечают, что нагрузка на самозанятых, ежемесячные отчисления которых раньше не превышали 3,5 тысяч тенге, возрастёт. Однако все платежи – это прежде всего подушка безопасности для самих граждан. Поэтому в тень данный сегмент не уйдёт. 1% кроме налогоставки. Остальное всё – это средства гражданина, которые он выплачивает себе практически 8. Порядка 8 тысяч – это пенсионный взнос минимальный. Это пенсионные деньги гражданина, которые он получит по достижению пенсионных лет. Дальше идёт медицинское страхование, которое должно покрывать его же медицинские расходы. И плюс социальный налог, который идёт в фонд, государственный фонд страхования, который также выплачивает, отсюда выплачиваются деньги при потере трудоспособности, роботоспособности. Единый совокупный платёж временно ввели в 2019 году на 5 лет. Он был рассчитан на людей, оказывающих услуги физлицам. При этом доход их не должен был превышать 4 миллиона в тенге. Теперь же платильщики пополнят ряды полноценных предпринимателей.